Дорогие друзья, мы продолжаем сюжеты о редких изданиях в истории русской литературы. Кто из нас не писал в школе сочинения на тему «Птица-тройка»? Да-да, сегодня у нас Николай Васильевич Гоголь и его бессмертный, простите за каламбур, поэма «Мертвые души». Надо отметить, что эта книга, изданная в Санкт-Петербурге в 1900 году издательством Адольфа Маркса, является одной из самых рослых в русском книгопечатном деле 36 сантиметров. Но уникальность книги не только в ее размерах и высоте. Более 355 потрясающих иллюстраций. Один Собакевич, чего стоит, один Ноздрев. Вот он как раз Собакевич. Как точен в своих чертах Плюшкин. Великая поэма и высокая книга высокой литературы.